Что у нас сегодня на улице? На улице пасмурно, прохладненько. Осень, осень уже наступила и у нас похолодало. На градуснике 14 градусов теперь. И вот сейчас у нас уже такая температура. Но все равно неплохо, дождей нет. Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. А собаки продолжают лаять. Но куда деться? У нас во дворе есть собаки, которые все время лают. И никуда от них не деться. Что у меня сегодня? У меня сегодня девочке вечером нужно будет забрать внучку с детского садика. Завтра утром нужно будет отвезти ее на тренировку. Потому что сегодня-завтра ее родители работают. Но правда вечером ее заберут у меня. Ночевать она будет у себя дома. А утром уже я ее забираю, отвожу на тренировку. Забираю с тренировки. Днем буду с ней. Вечером отдам ее родителям и поеду к внуку. Короче, я как это, переезжая сваха. Вот. Ну и сегодня я, как всегда, встала утром рано. Убрала уже всю квартиру. Все пыль повытирала. Все помыла. Все у меня чистенько теперь. Я уже готова, в общем-то, к гостям. Сейчас я хочу приготовить себе завтрак. А потом я сбегаю в магазин. И надо закупить мне продукты. Кое-какие продукты, чтобы мне было чем кормить внучку. Что-то буду готовить. Вместе с вами обязательно. В общем, что мы будем делать, это мы уже узнаем позже. Я сама могу только предполагать, но пока точно еще не знаю. В общем, я уже бодрячком. Настроение хорошее. Кстати говоря, хочу вам сказать, что все-таки погода, она хоть стала хуже, но она, по крайней мере, более стабильная уже стала. И вот этот переходный период. Все-таки погода, знаете, это вот такое дело. Если она осень, то она должна быть осенью. А если вот аномальная жара осенью, то это уже неправильно. И организм тоже неправильно на это реагирует. А если вот сейчас похолодало и стала такая же температура, как она, в принципе, и должна быть у нас в это время, то уже более-менее как-то вот устаканилось. И состояние, в общем-то, устаканилось. И самочувствие, и все. И настроение тоже пришло в норму. И, кстати, сон тоже пришел в норму. Потому что то, что было, это вот я, оказывается, не одна такая. У многих было вот это сонливое состояние, такое какое-то вот бессилие, не знаю, слабость или что-то. И непонятное настроение. В общем, сейчас все устаканилось, все хорошо, все прекрасное настроение. Хорошее, чего и вам тоже желаю. Вот. Ну, а сейчас я приступлю уже к приготовлению завтрака. Думала, думала, что готовить. Решила сделать более такое диетическое блюдо. Немножечко сильно не заморачиваться в то же время. И я решила в мультиварке сделать на пару картошечку кусочками и курочку, куриное филе тоже кусочками. Вот сделать на пару. Прекрасно, шикарно. Я забыла уже о том, что у меня есть пароварка, и можно готовить на пару. Ну, вот я уже все подготовила. Тут у меня филе бедра без кожи, куриное. И две картофели небольшие я почистила, порезала. Я вот это сейчас все немножечко присолю. Можно солить в конце. Ну, я люблю вначале все посолить и все. И все, и забыть. Вот так помешаем. И выложим на чашу мультиварки. Картошку. Картошку тоже хочу немножко помешать. И тоже отправлю туда. Ну, вот все у меня тут поместилось. Я распределила так, чтобы равномерно готовилась картошечка и мясо. Теперь ставлю режим пароварка на 30 минут. И можно идти в магазин. Так, ну, в магазин голодное ходить я не люблю. Поэтому я сейчас перекушу слегка. При том, что молочко у меня тут чуть-чуть осталось, которое нужно уже допить. Ну, я поем месли с молочком. Молочко чуть-чуть разогрела предварительно. Так, ну, у меня тут уже все давно готово. Так, красота. Хочу покушать уже. Я уже успела сдремнуть часок, пока тут все готовилось. Смотрела телик и уснула. Так, сейчас с помидорчиком кушаем, позавтракаем. Вот такой у меня вкусный завтрак. Все очень красиво, очень вкусно. Сажусь кушать. Ну, что, девочки, вышла я в магазинчик. На улице хмуро, пасмурно. Но хорошо, не холодно, нету ветра сильного. Так, тепленько в кофточке, хорошо. Написала я списочек. И теперь иду спокойненько, не торопясь, в магазинчик. Все по списку, ничего лишнего. Девочки, я уже взяла виноградик. Я люблю без косточек вот этот. Грушу взяла твердую. Но это вот для шарлотки, которая будет с грушей у меня. Ну, молоко я беру про запас. Такое долго хранится. И бывает, нужно раз открыла. Лимончик один взяла. Идем дальше. Дальше у нас отдел пирожных. Но мы этот отдел проходим мимо. Пошли дальше. Так, мне нужна сметана. Сметана вот она. Ну, тут по акции 20%. Возьмем по акции, значит. Так, творог 9% тоже идет по акции. Надо взять два творога. Тоже что-то с творогом буду делать. Девочки, смотрите, увидела лопаточка такая, как я брала. Ну, допустим, фаберлик. Только тут вот этот край силиконом. Он даже вот гнется. Вот такая вот штука тоже мягкая. И половничек есть. И сколько это счастье стоит? Оно по акции идет. 129,90. 130 рублей, короче. Ну, прикольненько. Вроде бы недорого. Да, недорого. Сосиски ганноверские. Тоже 130 рублей стоит. Ну, значит, я возьму по акции. Почему бы не взять. Вот. А вот еще, девочки, щипцы есть. Кстати, тоже такая застежка, как на моих. Но они легкие. И здесь они пластмассовые на конце. Не это. Не силиконовые. Ну, интересно, сколько они стоят. Так, что-то цены не вижу. Половничек. А, ну вот это вот. Не, на половник цена. А на щипцы цены нет. Да? Ну, как всегда. Ну, как всегда. Так, ну, вроде бы я все купила. Что у меня было по списку? Яйца купила. Масло для выпечки взяла. Такое и такое. Ну, сыр. Два творога. Сосиски, корица, разрыхлитель. Кефирчик. Сметанка, молоко. Так. Хлебушек взяла. Ютинский. С отрубями. Ну, все. Вроде бы пошла на кассу. Так. Тут у нас еще по акции макарошки. Взять, что ли. Кушать не просят. Пусть будут. Так. Ну, все. Теперь я точно на кассу отправляюсь. Я взяла еще сок. Вдруг ребенок захочет. Мелочка. И салфетки вот забыла. Надо бы тоже. Все. Больше ничего не буду. Брать еду на кассу. Ну, вот, девочки. Полный пакет. Тяжеленький, так сказать. Что у меня тут получилось. Набрала. Набрала я на 1331 рубль. Но скидка пенсионера идет. И получилось 1279. В общем, 52 рубля я выиграла. Вот. Не выиграла. А можно сказать. Скидка пенсионера. Ой. На улице так классно. Хочется постоять. Честно сказать. Не очень-то я люблю выходить. Вот это в магазины. Девочки. Вот это вот. Честно говоря. Я маску надоело носить. Мне так не кайф так дышится. Я уже скорее-скорее из магазина выйти. Чтобы скорее ее снять. Но пока вот тут на улице вокруг никого нет. Можно вдыхать кислород полным. Полной груди. Все. Сейчас я иду домой. И чуть попозже, наверное, надо уже что-то приготовить мне для внучки. Не буду загадывать. Как начинаю загадывать, ничего не получается, девочки. Так что не загадываю ничего. Девочки. Ну, решила я испечь шарлотку с грушей и с корицей. Это вот она почти так же делается, как шарлотка с яблоком, но немножко по-другому. И мне, честно говоря, эта шарлотка нравится больше. Для этого нам понадобится 2 большие груши или 3, если они поменьше идут, или средние. 3 яйца, стакан сахара, стакан муки, грамм 50 сливочного масла размягченного, ванилин, немножко лимонного сока, корица и разрыхлитель. Ну, и давайте будем собирать это все. Ну, первым делом я разбила яйца, всыпаю сюда весь сахар и все это тщательно перемешиваю. Если яйца маленькие, можно за 4 яйца, но у меня вроде бы не маленькие. Когда вот это все перемешали, сюда можно добавить размягченное масло и тоже все это тщательно перемешать. Я перемешиваю вилкой, ну, можно перемешивать там венчиком, миксером, кому как удобно. Но я уже привыкла вилкой это все делать. Если масло не до конца растворилось, ничего страшного, потом с мукой это все уже растворится. В общем, всыпаю сюда муку в стакан. Муку просеять надо. И добавим сюда чайную ложечку без верха разрыхлителя. Вот так примерно хватит. Все это я пока помешаю ложечкой, вернее вилочкой. Можно ложечкой, в общем, можно чем угодно мешать, чем хотите. Ну, также в тесто я добавляю корицу. Можно на этом этапе и корицу добавить. Ну, примерно пол чайной ложечки, но это вот смотрите сами, кому как нравится. Кому-то больше, кому-то меньше. Если вы еще не знаете, нравится вам или не нравится, попробуйте сначала немножко добавить. Но, в принципе, корица вообще с грушей, это очень хорошее сочетание. Мне очень нравится это сочетание. Получается прямо очень-очень вкусный пирог. В общем, все это тщательно перемешать надо. Я еще добавлю чуть-чуть ванилинчика. Хотя его можно не добавлять, так как у нас есть корица. Но, все равно я люблю его добавить чуть-чуть. Ну, вот и все. У нас получилось однородное масло. Фу, однородная масса, я хотела сказать. Масла уже кусочков не видно. Теперь мы это отставим в сторону и нарежем грушу кусочками. Девочки, грушу надо выбирать твердую. Потому что, если грушу выберете мягкую, то она будет там как каша. А так, чтобы кусочки чувствовались, нужно твердую выбрать. Шкурку я не срезаю, а вот семена надо срезать. И порезать такими вот кусочками, ну, как на шаротку обычно, как яблоки режем. Такие, примерно, кусочки. Все, девочки, грушу я нарезала. Смотрите, как много ее получилось. И вот лимонным соком нужно чуть-чуть это все сбрызнуть. Ну, я заранее уже отжала немножко лимонного сока. Примерно чайная ложечка. Все это перемешаем сейчас. Все, теперь я возьму сейчас формочку. И нужно застелить ее пергаментной бумагой. И прогреть духовку на 180 градусов нужно поставить в духовку. Все, застелила ее пергаментной бумагой. А теперь, девочки, самое интересное. У меня по рецепту нужно сначала тесто вылить, а потом сверху положить груши. Ну, вы если помните, я делала, когда шарлотку с яблоками, то я сначала яблоки ложила, а потом уже заливала тестом. И, честно говоря, я не помню, я так давно делала уже эту шарлотку с грушей, что я уже не помню, как я делала в тот раз. Поэтому, вот, честно говоря, не помня, как я делала, попробую я сделать как по рецепту. Вылим сначала это тесто все сюда. И сверху все это посыпем грушей. Распределим равномерно все это по дну. Так, духовка у меня уже прогрелась, она уже ждет. Лимончик, чтобы пропитался. Так, ну и все это равномерно сейчас распределим по углам, чтобы везде было все хорошо у нас. Посмотрим. Честно говоря, не помню я, как я делала в прошлый раз. В общем, это мы отправим сейчас в духовочку. Минут на 30-40, но буду я поглядывать. Точно не помню там, сколько времени у меня в тот раз это все заняло. Так, ну, в общем, вроде все готово. Вроде все готово. Все, поехали. Девочки, я смотрю, пирог уже подрумянивается. С одной стороны я вижу, подрумяниться, с другой вроде бы еще нет. Вот, ну, еще чуть-чуть и буду уже вынимать. Ну, вот, девочки, я достала пирог. Он у меня выпекался ровно 32 минуты. Ну, я как и сказала, там 30-40, да, ну, примерно вот так вот. В общем, он подрумянился уже. И я думаю, что он уже готов. Зачем его зажаривать, да? Я ему дам немножко остыть. Вот, мне интересно, игрушки мягкие. Ну, довольно-таки, да. Я дам ему остыть и посыплю его сахарной пудрой немножечко, чтобы он был симпатичный. И как раз, когда внучка придет в садик, а уже может покушать пирог на ужин. Все, девочки, пирог остыл. Я его присыпала сахарной пудрой. И теперь он гораздо симпатичнее выглядит. А теперь я одеваюсь и бегу в детский сад за Настюшей. Придем и будем кушать. Ну что, девочки, отправляемся в садик. Идем по-быстренькому. Сейчас на самом деле 5 часов уже. А уже минут через 20-30 будет темно. Солнце садится и очень быстро теперь темнеет у нас. У 6-го уже все, уже в заход. Так что идем. Ну вот, пока солнышко отсвечивает от домов, еще пока кажется, что светло и солнечно. Ой, свежий воздух, девочки. Какой кайф. Вообще погодка хорошая такая. Прямо классная. У кого-то, вы пишете, снег уже выпал, да? А у нас еще, видите, цветочечки. Вот такой цветочечек. Травка еще зелененькая. Ну и собаки лают, конечно. Как же без собак? Как же без собак? Мне нравится, когда люди возле дома клумбочки такие симпатичные сажают. Люба, дорого, смотрите. Прям приятно. Красивые растения. Я не могу. Мне уже кушать хочется, но я пирог не стала. Кушать самостоятельно. Я решила уже вместе с внучкой сесть и вдвоем с ней покушать. Красиво. Девочки, смотрите, какие цветочки красивые у нас продают на улице. Вот это вот дубки. Они разных цветов. Красивые в горшочках. Они очень долго стоят. Я их прям люблю, эти цветочки. Но сейчас я иду в садик. И мне сейчас не до них. О, ну вообще красота. Красота. Прямо прелесть. О, тут у нас детки занимаются. Настюля! Ну вот, мы идем уже домой телевкой. Что ты там рисуешь, а, Настюля? Молодец, красиво получается. Ну, давай, давай. Ты будешь пирог кушать? Ну, сейчас. Ну, сейчас она дорисует и попробует пирог. Хотя она не голодная, сказала, покушала в садике уже, поужинала. Вот. Ну, сейчас и сок налью. Пирог с соком будем есть. А сок я буду. А сок она будет. Хорошо. В общем, девочки, Настя не голодная пока, только сок будет. Я вот такой, кстати, сок купила. Я сама с удовольствием его попил. Яблоко и вишни. Но мне не терпится пирог покушать вообще, потому что я голодная. Я не ела. Думала, придем и сразу будем пирог. На него навалимся. Ну, получается, что придется... Настя чуть попозже будет. Я сейчас попробую. Ммм. Покажи какой пирог. Ой, какой он вкусный, Настя. Дай посмотрю, какой он. Ммм. Он красивый. Смотри. Он очень вкусный, сладенький. Сейчас я тебе дам. Ммм. Красиво. Девочки, это лучше, чем шарлотка. Серьезно говорю. Попробуйте сделать вот так. Вот такой вот. Мы сейчас будем кушать. Настя, будешь пирог? Пока что я хочу. А сок я... Угу. Все, мы сейчас туда... Ну, сейчас я дорисую, мама. Ну, она чуть попозже пирог будет обязательно есть. Он ей понравится. Она просто не голодная сейчас. Сок я налью пока. Мне даже не хочется запивать соком. Знаете, вот здесь вот груша. Во-первых, вот этот легкий такой оттенок корицы. Он с грушей хорошо сочетается. И груша, она так вот немножечко хрустит. И она такая сладкая. Я не знаю прям, как с чем сравнить. Прям даже не знаю, с чем сравнить. Короче говоря, девочки. Реально говорю, вкусно. Как даже не знаю, с чем сравнить. В общем, буду есть. В общем, все. В общем, девочки, мы тут рукоделием занялись таким. Решили часы поучить. Бабушка тут, смотрите, сконструировала вот такие часики. Вот с такими двигающимися стрелочками. И вот мы тут пытались изучить немножечко часы, немножечко минуты. Ну, только пока чуть-чуть изучили, потому что еще, ну, рановато все-таки, чуть-чуть рановато еще. Нужно немножечко больше знаний. Ну, уже, по крайней мере, знаем, что такое циферблат. Что такое большая стрелочка, маленькая, часы, минуты. Как большая ходит стрелочка, как маленькая. Уже вот это вот элементарно подучили. Ну, вот так вот я сделала скрепочкой. Скрепила, потому что больше нечем. Ну, можно играться с такими часиками и изучать вот это вот время. Настюля там папа-мама пишет. Уже папа-мама научилась писать. Молодец. Я теперь пишу. Мы сейчас будем играть с бабушкой, так что я тебе себе телефон делаю. Ну, давай. В общем, занимаемся тут всякими делами. Я сделала вот это вот мультик. Я сделала себе телефон. Вот это вот мультики. Вот это я буду фоткать. Вот это когда ты любовь и ты звонишь. Вот это когда ключи. Вот это... Это часы включать. Это у тебя мобильный телефон, да? Это у тебя приложение тут, да, нарисованное? Да. И вот. А вот это вот я хотела это отправить, но у меня не получилось. Они сюда. А вот это вот звонить надо. Это для фоток, это галерея, да, у тебя? Да. А вот это надо звонить. А вот это надо говорить по-английски. Ну, в общем, интересный у тебя такой телефончик прям личный получился. Прям смартфон, да, Настюля? Ну, молодец, молодец. И еще часы, которые бабушка сделала. Видите, мы другим показали. Вот такие бабушка часы сделала. Ну, часы я уже показала, да. У нас тут такие часики со стрелочками. И такой телефон. Да. Так что дома Настя будет изучать часы. Молодец. И вот такой вот телефон. Ну, вот и завершился, мои хорошие, сегодняшний день. Сын пришел, забрал внучку. Я уже готовлюсь ко сну. Мы с внучкой тут пытались, конечно, часики изучать. Но дело в том, что она еще до 60 нормально считать не умеет. Поэтому я уже, когда они ушли, потом только вспомнила, что я в детстве, вначале, я вспомнила, что я говорила, где стоит маленькая стрелочка, где большая. Вот я думаю, нужно пока что, вот просто, чтобы она хотя бы могла сказать, что большая стрелочка стоит, допустим, на единичке, а маленькая стрелочка, скажем, на шести, да. И мы уже будем тогда понимать, что это шесть часов и пять минут. Вот. Ну, вот как-то так. Я думаю, что уже нужно будет с ней поучить хотя бы так, где большая стрелочка, где маленькая, на какой циферке стоит. А потом уже изучать с ней циферки, допустим, чтобы она уже могла до 60 считать. И потом уже будем считать более подробнее, более детально. Ну, я думаю, что вот такой метод обучения по часам, по старинке, ну, имеет место быть. Я не знаю, конечно, как сейчас детей изучают, но я помню детей моих в школе, они изучали эти часы. Ну, мы так, мы так попробуем. Вот. В общем, нам с Настюхой есть чем заниматься. Это циферки учить, буковки учить. Она, кстати, я уже не снимала, она уже сама написала слово, такие короткие слова, лук, сок, мяч. Мама, папа, она уже может написать печатными буквами. Вот. Ну, и так-то она тоже рисовала там и самостоятельно рисовала. В общем, а вместе мы занимались. Вот. Ну, что еще? Предстоит еще суббота впереди. Очень насыщенный день, потому что днем субботу с внучкой, вечером уже иду к внуку, в воскресенье тоже буду с внуком. Короче говоря, бабушка на расхват. Ну, а сейчас я уже подготовилась ко сну и буду ложиться спать. А утром понеслась вперед. Но то, что будет уже утром, я вам буду снимать уже отдельное видео. Это уже будет следующее видео. Потому что я стараюсь видео делать не слишком длинными, чтобы мне несложно было их монтировать. А это видео я сейчас как раз-таки уже завершу и смонтирую вам по-быстренькому, чтобы вы могли его уже увидеть в ближайшее время. На этом я хочу с вами попрощаться, девочки. Кому видео понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok